Начало фильма формулирует главную посылку, которая будет сопровождать нас и обрабатываться до самого конца. У героя образуется глубинная установка убеждения в связи с серьезной психической травмой, случившейся вследствие беспомощности во время утраты своего товарища. Грубо говоря, суть этой установки убеждения – это воздействие стыда и вины одновременно. И если стыд исходит изнутри героя, то его вина исходит от окружающих. Стыд и вина влияют на все сферы поведенческой и мыслительной линии индивида, доводя многих до серьезных депрессий и самоубийств. Поэтому все дальнейшее действие вращается вокруг психической травмы, вызванной этими чувствами. Также сразу после начальных сцен в супермаркете начинается хождение по бессознательному люка. Можно сказать, что ритуал погребения друга показывает точку, от которой люк начинает погружаться в себя. То есть это его ритуал погребения. Обратим внимание на окружение. В горах вначале мы видим только тучи, нет ни голубого неба, ни солнца. Запомните этот факт, далее мы отследим его изменения. Пытаясь сократить путь, товарищи заходят в лес. Лес, кроме того, что сам является исторически-мистическим местом, включает следующие элементы и категории. Первое. Герои наблюдают животного, а после и своего друга со вспоротым животом и раскиданными внутренностями. Посвящения и ритуалы, связанные с вспарыванием живота, зарегистрированы в некоторых культурах. Например, у шаманов Сибири, где неофиту надо как-то изувечить себя, а дальше при помощи трансовых состояний раскроить живот до вываливания кишков. Таким обрядом имеется в виду, что старый человек уходит в небытие, а новая личность рождается, внутренние органы которой наполняются божественной силой. В эту категорию также можно отнести руны в жилище и в лесу. Первая руна Одал означает дом, род, семью, а вторая, называемая Альгис, обозначает защищенность этого места. В этом месте, в жилище, Люк получает свою метку, означающую, что именно над ним происходит некий ритуал. И исходя из значения рун, он проходит первый барьер его уровня психики. Видит первые проявления стены страха, которую ему надо преодолеть, чтобы узреть то, зачем он сюда попал. Еще стоит отметить, что его товарищи присутствуют в фильме только как напоминание ему о том, как он плохо поступил. Выступают в роли вины со стороны общества и для развития динамики сюжета. Второй элемент – это йотун, обитающий в лесу. Он показывает как сакральность окружающего места, леса нижнего уровня психики, так и ту самую травму, которую необходимо искоренить Люку. Глубинные травмы на то и глубинные, что ныряют очень глубоко в бессознательное. Почти на уровень архетипов, влияя оттуда на мышление и действия главного героя. Поэтому мы видим смесь мифологии, обрядов и глубинной психологической травмы. Йотун – тот персонаж, который держит в страхе компаньонов Люка и лесных жителей. Он стимул всей этой заварушки. Лесные жители – это третий элемент леса. Они являются частью Люка, а именно воплощением его страха и боязливости. Абсолютно все жители поклоняются Йотуну, создав целую комнату для информационной обработки жертв, предназначенных их богу, состоящую из полумертвых мумий. Также мы видим метку и на бабке, что также является намеком о том, что вся эта община является частью Люка. Итак, спустя какое-то время, главный герой поджигает эту обитель страха. Погибают все ее жители. И именно после сожжения страха Люк встречается с Йотуном лицом к лицу. А то судьбоносное место супермаркета все больше выходит в окружающее пространство психики героя. Йотун желает, чтобы Люк преклонился. Травма всегда подпитывается страхом субъекта. Только так она может благоприятно существовать и разрастаться. Поэтому он, Йотун, и не может убить своего содержателя. Далее главный герой поднимается во весь рост. Йотун смотрит своему страху в глаза и осмеливается поднять на него руку с топором, оставляя глубокую рану. После этого герой сразу находит выход из леса. В свою очередь Йотун остается там заточен. Справился ли Люк с травмой? Однозначно. Потому что травма не сможет подпитываться, если больше не существует страха и преклонения перед ней. Она просто со временем либо исчезнет, либо не будет давать знать о себе. Ведь самые сложные этапы в совершенствовании себя, в самоизлечивании – это распознать проблему, понять, что она есть и сделать первый шаг к ее шлифовке, к подрезанию ее негативных проявлений. А Люк, как бы умерев, погрузившись в себя и возродившись, создал порядок у себя в психике и жизни. О чем нам ясно говорит восходящее солнце? Приближение героя к решению своей проблемы происходили только ночью. Оставление на нем метки, изменение леса к проблемному пространству, пространственные намеки и встреча с Йотуном. Во все остальное время товарищи блуждали в желании найти выход из леса. То есть наиболее серьезные продвижения в решении проблемы происходят тогда, когда вы вступаете в контакт с неизвестностью, изучаете что-то новое, тем самым вызывая новые активации в разных уровнях психики. Если подвести итог, то мы увидели визуализацию процесса излечивания глубинной установки убеждения, которая была вызвана психотравмой. Чтобы распознать и приложить действия к психической травме, люди блуждают по такому же лесу десятилетиями, а иногда и всю жизнь, так и не решившись посмотреть ей в глаза. Но сделав это, человек обретает новые силы и энергию, будто заново родившись, наполняется светом и жизнью.